Кубок весом в 32 килограмма и приз в полмиллиона рублей. 16-летний Хандадаш Балабеков вошел в историю как первый чемпион России по интерактивному футболу. С юным киберспортсменом встретилась Патимат Бурзиева. Джойстик в его руках давно уже не игрушка, а способ зарабатывания денег в интернете. 16-летний Хандадаш Балабеков первый чемпион России по интерактивному футболу. Когда выиграл, я просто не верил, я там даже не радовался, я просто как бы нагнулся, взялся за голову и не знаю, такие мысли были, типа ну как вот стал. Там даже не так были важны деньги, а вот то, что вот чемпион России в таком-то возрасте, было приятно. Этот кубок весом в 32 килограмма не так уж и легко поднять. Его Хандадашу прислали самолетом. 16-летний спортсмен с трудом распаковал пришедшую награду. Такой большой кубок я тоже вижу впервые. Может были огромные кубки, но точно не 32 килограмма, но всегда поднимали одной рукой. Вот такой именно большой кубок вижу впервые. Приятно быть первым чемпионом России по этому спорту. И хотя юноша заядлый геймер, он успевает учиться в колледже, заниматься спортом и вести свой канал в ютюбе. Киберфутболом он увлекся в седьмом классе. Но относиться серьезно к виртуальной игре стало лишь два года назад. И это дало неплохие результаты. С 15-го года я думаю, ну хорошо играю, пойду попробую свои силы на турнире. Первый турнир в Дагестане, который был, второе место занял. И после думал, ну можно еще лучше. Тренировался, тренировался. И через два года вот чемпионом России стал. Хан Дадаш с первого класса играет в футбол в Маркаровской школе. Его любимый клуб Манчестер. Кумир Златан Ибрагимович. Но реальной карьере Хан предпочел виртуальную. Отличие лишь в том, что на искусственном газоне он игрок, а в виртуальном мире тренер. Потому что я руковожу всеми 11 игроками. В остальном такие же эмоции, такие же нервы. Только тут проходит игра 12 минут в профессиональном футболе 90. Вот это отличие. Родители поддерживают Хана во всех его начинаниях. Отец юноши большой фанат реального футбола. Но благодаря увлечению сына стал разбираться и в футболе виртуальном. Я сам играть, допустим, не могу. Играть не могу. А так уже, когда стал следить за его игрой, стал понимать многое там. Денежный приз в полмиллиона рублей Хан получит только в феврале. Но уже знает, на что потратит свой выигрыш. Процентов 30-40 денег я потрачу на развитие своего канала в Ютубе. На днях Андадаш вернулся из Москвы, где принял участие среди 8 лучших фиферов страны. Результаты станут известны лишь в конце января. Но вполне вероятно, что победу в очередной раз одержит юный киберспортсмен из Дагестана. Патиман Бурзиева, Махарбик Амариев. Время новостей.